совершенно искренние оценки давать период ведения активных боевых действий нельзя особенно если в них есть некий негатив но я некоторые оценки могу дать то есть стратегический уровень поэтому и ограничить позитивом физический уровень нашего командования на уровне то есть стратегические решения принимались правильно да самое главное было избрана тактика мобильной обороны экономия максимальной экономии ресурсов то есть без попытки цепляться за какие-то рубежи там зубами пока не вылетят зубы это самое специальное стратегическое решение которое позволило сохранить армию и это неизбежно потом мы ходили практически везде где противника юную силе за исключением тех рубежей которые были прибыли очень сильно то есть возьмем лет строила соброна вот только там у нас как бы у них не получилось при том что они к этому прилагали серьезные усилия но за исключением нескольких участков там где оборона в условиях господства противника в средствах поражения я имею ввиду и авиацию и артиллер а вот север зона у вас здесь у них успехи очень мягко говоря скромная то есть зашли они с территории российской федерации где у нас не было никакой обороны вот но соответственно схлопнули там северную часть луганской области там зашли там на линию харьков изюм да там из изюма еще куда там продвигаются но там уже они повязали потому что там рельеф сложные для обороны и как бы уже фаза войны другая у нас уже есть чем огрызаться и есть резервы и так далее то есть и и все равно там тоже пластичным ведем то есть не то что прямо цепляемся там вот этот рубеж и все здесь время не пустит но как бы условия сложатся если они перепашут все наши оборонительные сооружения как бы там нашим людям будет опасно находиться ночью придем на следующую как раз там за это время пока боролись за этот рубеж подготовили следующий то есть вот эта стратегия это стратегическое решение за это конечно заложено шептало и можно расцеловать то есть это обеспечило нам победу в этой войне вот средний уровень командования тут конечно есть на чем работать вот так вот поменять всех комбригов с плохих на хороших невозможно потому что во первых хороший где найдешь вот плохих полно хороших где брать ну как бы человек может быть хороший специалист не очень то есть кадровая проблема она везде в любом производстве там руководя каким-то коллективом гражданским да поди найди специалистов важное уточнение но системной зрады о которой мы говорили описывая события в лавайске в дебальцево ее и близко нет совершенно верно что тут бликует совершенно верно вот это тоже принципиально вот о чем я вам кстати тогда сказал что совершенно знаю персонали людей которые назначены могу утверждать что не будет продана никакая операция как это было в четырнадцатом пятнадцатом да никакие минске там и прочее потому что если военно-политическое руководство планировало бы что-то такое то были бы назначены другие генерал потому что эти не будут выполнить преступные приказы и мы это видим что они не могут принять этоmoi не будет и Продолжение следует...